Гермонеттика Гермонеттика О средних веках мало что можно сказать по одной причине. Интерпретация Гермонеттика в средние века практически не принесла ничего нового. Но начать с того, что древние библейские языки были практически забыты. Иудеи еще помнили еврейский, конечно же, по крайней мере, мазареты помнили. Но поскольку христиане провозгласили, что мы новый народ Божий, что у нас новый Иерусалим, среди христианских богословов интереса к еврейскому языку практически не было. К греческому языку на Востоке, конечно, было интересно, на Востоке было его знание, было его понимание. А на Западе нет. На Западе господствовала вульгата, это латинский перевод священного писания, латинский перевод Библии. Главное знамя Средневековья можно было сформулировать такими словами, или главный принцип Средневековья в плане интерпретации священного писания можно было сформулировать такими словами. А следуем за авторитетами. Вот есть авторитеты, они определенным образом трактовали, мы будем трактовать так же. А самостоятельности, новаторства в подходе к толкованию Библии практически не было. На самом деле это можно было объяснить. Ведь христианство приживалось на языческой почве. Ведь постепенно разные народы начинали приходить ко христианству. И язычество всячески пыталось проникнуть в эту новую христианскую парадигму. Ну вот у древних германцев, у древних англичан было представление, языческое представление о всякой нечисти. Нечисть, которая живет где-то в болотах. Грендели, всякие прочие неприятности. После чего, да, приходит христианство. Ага, понятно. Вот нечисти вот эти, это бесы. А те, кто с ними борются, вот это герои веры. Смотрите, язычество накладывается на христианство. У нас в России по многому произошло то же самое. Тоже языческие поверия, тоже приходит в это христианство. Теперь представьте себе, что было бы, если бы в этой ситуации каждый мог бы читать христианские библейские тексты так, как ему угодно. От этого проникновения язычества надо было защищаться. И с одной стороны, у людей не было возможности читать библейские тексты, потому что Библия была недоступна. А с другой стороны, нужно было держаться за какую-то основу, за эти самые символы веры, за вероучительные документы. Вот и новаторства практически не было. Зато, особенно к позднему средневековью, католическая церковь начинает проявлять новаторство ради своих личных интересов. Ради церковных интересов. Вы помните то, против чего боролся Лютер. Очень хороший фильм про Лютера. Мартин Лютер был старый фильм, 60-х годов, по-моему, 59-го или 60-го. А есть еще новый фильм про Лютера, где, в частности, очень хорошо и исторически точно показано время, перед появлением Мартина Лютера, время, когда церковь опять впадает в то самое законничество. Ну, например, продается индульгенция, и за индульгенцией в зависимости... Чем дороже индульгенция, чем больше денег человек жертвует, тем больше лет ему скостят в честилище. Или, если не ему, то его родным людям. И помните вот эти призывы, типа, важная такая проповедь предлютеровской, или проповедь лютеровской, но еще не реформированной Германии. Подумайте о ваших родственниках, которые сейчас мучатся в честилище. Неужели вы не хотите освободить их за небольшое пожертвование, всего за две тысячи монет было, не помню. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Вы можете уменьшить время пребывания ваших родственников в честилище на миллион лет. А за пять тысяч на два миллиона лет. Неужели вам не жалко ваших родственников? Бедный Йорик. Пришли именно к этому, к сожалению, и Лютер, а за ним и другие реформаторы стали говорить следующие вещи. Герминартика и реформация. Во-первых, надо учить языки. Надо учить еврейский и греческий языки. И раз Мортрадамский выпускает, в частности, первое издание греческого Нового Завета, уже печатное издание. Во-вторых, реформаторы стали говорить о важности как раз буквального подхода. Буквального, исторического. И уже позже этот метод, в котором на первом месте буквальный подход, этот метод называется историко-грамматическим методом. Историко-грамматический метод толкования Священного Писания. Да, Священное Писание имеет иногда несколько смыслов. Да, существуют и аллегории. Но необходимо толковать буквально, если нет веских оснований толковать аллегорически. И мы не можем толковать аллегорически, пока буквальный смысл данного отрывка нам не будет ясен. И еще реформация принесла понимание того, что человек возрожденный и имеющий определенную подготовку, может самостоятельно толковать Священное Писание. Понимаете, до реформации считалось, что ключи от понимания или ключи к пониманию Библии имеет церковь. То есть ключи от истины – церковь. Церковь – это столб для утверждения истины. Церковь передает Библию. Церковь дает нам верное толкование. Реформация принесла с собой мысль о том, что ключи от истины у Бога. Бог действует через свою церковь, да. Но высший авторитет принадлежит не церкви, не традиции, не преданию, а Богу и Библии как Божьему слову. А Лютер и более поздние реформаторы ни в коем случае не отрицали отцов церкви. И уж тем более Лютер никогда не отрицал отцов церкви. Лютер лишь отрицал право отцов церкви на авторитет, равный авторитету священного писания. Отцы церкви – это очень умные, действительно верующие люди, знающие Библию. Но авторитет самого Бога и авторитет Слова Божия все-таки выше. И вот в результате реформации и постреформационных событий родился тот метод, которым сегодня пользуется большинство евангельских христиан. Метод толкования, получивший название «грамматика историческая» или «историка грамматическая» в разных изданиях можете увидеть по-разному. Что такое этот метод, об этом мы с вами прочитаем и поговорим вместе завтра. Метод толкования Метод толкования